Слушайте, вот нашим представителям власти совсем заняться нечем, я так подозреваю, они уже от безделья не знают, куда себя девать, поэтому начинают заниматься откровенной ерундой. Спикер Госдумы Володин на Медне в Саратове предложил перевести на русский язык все иностранные названия на рекламных вывесках. Вот видите, чикен макнаггетс, возмутился главный депутат страны, язык сломаешь, богатеют здесь, а хотят быть англичанами, а встречать утро в пабе, так страну можно потерять. Это сейчас были прямые цитаты из господина Володина, а вот теперь, друзья, задумайтесь над тем, что мы с вами сейчас говорим о четвертом человеке в стране. Этот человек руководит парламентом, который принимает законы, и мы по этим законам затем живем. Вообще-то это бренд, международный зарегистрированный бренд. В России предприятия, работающие под этим брендом, работают по франшизе, и в случае, если предприниматели позволят себе такую самодеятельность, как произвольная трактовка названия, они налетят на многомиллионные штрафные санкции, блин, ущипните меня кто-нибудь, я реально все это в данный момент для председателя Госдумы разжевываю, ни для восьмилетнего сына моей подруги нет, но если бы речь шла только об одном господине Володине, там ведь еще глава Саратова Исаев поспешил лизнуть, и котлета в хлебе, а не бургер. Так вот, месье Недомер, названием Бургер Кинг, который, я так понимаю, вы имели в виду тоже, является международным зарегистрированным брендом, господи. Вот прав был Марк Твен, сотни раз прав, иногда лучше промолчать и показаться идиотом, чем раскрыть рот и развеять все сомнения. Так просто процитировал классика, начинаем! Есть у меня один приятель, брокер с десятилетним стажем, и я его спросил, как-то вы еще выживаете. А он, оказывается, теперь на китайцах зарабатывает, есть такая компания Синапэк. Мне стало интересно, решил посмотреть, что за зверь такой, оказывается, действительно. Существует, если вкратце, одна из топовых международных и нефтехимических корпораций, вроде нашего Газпрома. Вот только если российское национальное достояние по уровню капитализации и доходности находится сейчас лишь на 18-й строчке среди нефтегазовых гигантов, Синапэк располагается значительно выше и потихоньку набирает вес. Акции торгуются на Нью-Йоркской бирже и не дешевеют. Сегодня они стоят 28 долларов, эксперты прогнозируют рост до 60-75. Я, конечно, не особо в этом разбираюсь, но попробовать купить этих акций штук 30, думаю, можно. Потом расскажу, что из данной затеи получилось. Выиграю хорошо, не выиграю, но не такие уж и большие деньги я потратить планирую. И потом акции. Они и в Китае акции хоть чего-то достоят, если кому интересно. В описании оставлю ссылку на площадку, где ценные бумаги Синапэка можно приобрести без лишних заморочек. Хотите через компьютер это сделайте, хотите через приложение в Google Play на телефоне. Короче, ссылка внизу. А у нас, господа, очередной рывок. Микросатом объявил о запуске проекта по созданию квантового суперкомпьютера, который должен обойти на повороте гугловскую диковинку. В сентябре они там объявили о создании сверхновомощной машины, презентовали ее миру. Ну и наши тут как тут, а мы чего рыжие что ли, альтернативную железку давайте сделаем. Проект рассчитан до 2024 года. И вот теперь, внимание, мне кажется, что это как раз является самым главным во всей истории. Стоимость проекта составит 24 миллиарда рублей. Хотя я бы добавил пока 24 миллиарда, потому что мы же с вами помним, как строили Крымский мост, например, забыли. Ну тогда внимание на экран. Мост через Керченский пролив подорожал. Глава российского Минтранса оценил строительство объекта в сумму 50 миллиардов рублей. И это минимум. Таким образом, стоимость моста выросла вдвое. Еще 4 года назад этот проект оценивали в сумму не более 25 миллиардов рублей. Мост через Керченский пролив подорожал в два раза. Теперь стоимость проекта оценивается уже в 100 миллиардов рублей. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов. От 150 до 200 миллиардов рублей такова будет стоимость Керченского моста, сообщил зампредправительства Казак. Федеральную целевую программу по развитию Крыма обсуждали сегодня на совещании правительства. Ну а Россия пока продолжает планировать развитие инфраструктуры в Крыму. Как сегодня стало известно, мост через Керченский пролив обойдется как минимум в 200 миллиардов рублей. Нет, друзья, я первый порадуюсь, если в Росатоме такой компьютер действительно создадут, когда наши с вами соотечественники добиваются побед, неважно на каком фронте. Я первый готов рукоплескать, и не просто рукоплескать, я поддерживать готов таких людей. Чтобы не быть голословным, у меня, например, на кухне висит LED-телевизор российского производства. Он не хуже корейского или китайского. Я их купил два, второй на даче. Вот вам, пожалуйста. Просто так получается, что когда в нашей стране начинают говорить о каких-то попытках совершить прорыв в области высоких технологий, на выходе мы имеем пшик, как правило. Вот и нет к таким проектам доверия. Ну давайте переместимся в 2012 год. То, что мы подготовили сейчас, это, собственно, вот есть компьютер, который используется для обучения школьников. Сегодня в него закачан полный комплект учебников. На этих кадрах глава Роснано презентует Владимиру Путину, тогда еще премьеру, первый российский планшет. Заголовки, какие у пропагандистов были, русский конкурент iPad. Прошло 8 лет. Где тот планшет? Кто его видел? Кто им пользовался? Каким-то ограниченным тиражом попродавали? Все. А сейчас он уже и не нужен, потому что устарел. Зато денег на разработку этой хреновины. Тонны потратили или вот, пожалуйста. У него два экрана. Один же такой фронтический цветной, а второй черно-белый, так называемый электронный чернил. Это стопроцентное российское изобретение. А детали? А детали, к сожалению, иностранные. Это уже 2013-й. Глава Ростеха, ныне герой России Чемезов, хвастается Медведеву смартфоном с двумя экранами. Тогда еще Дмитрий Анатольевич обронил одно из величайших своих высказываний. Apple напрягся. Я не знаю, напрягся или нет, но тоже 7 лет прошло и... Кстати, контора-то обанкротилась. Это реальная журналистика. Давай распилим, товарищ дорогой, темы сегодняшнего выпуска. Поехали! Ну и раз про распилим уже начали, перемещаемся в Омск, где в сентябре разобрали, то есть разломали спортивную арену «Авангард». Чтобы вы понимали масштаб, вместимость арены 10 тысяч зрителей была. Здание признали сперва аварийным, затем ветхим, в конце концов опасным. Какие-то там специалисты посчитали, что его проще и дешевле снести. А вот теперь, внимание, вопрос на засыпку. Как думаете, сколько эта арена вообще просуществовала? Я вам скажу, сейчас у вас челюсть отвалится. В 2007 году ее открыли, строить начали в 2003-м. 12 лет зданию было, ну хорошо, 15. Стоимость проекта оценивалась примерно в 150 миллионов долларов. Причем, по некоторым данным, первые проблемы с фундаментом стали появляться еще на стадии строительства. А чуть больше года назад арена «Омск» была признана аварийной. 150 миллионов долларов, господа, и сами только что слышали. О проблемах с фундаментом стало известно еще на стадии строительства. Твою жизнь! Что мешало уже тогда не закапывать эти деньги в землю, остановить стройку? Внести какие-то коррективы, а потом продолжить? Где были гребаные эффективные управленцы, которые в большинстве своем и сейчас занимают те же должности? 150 миллионов долларов взяли и спустили в унитаз, да больше. 150 только на строительство ухнули. Теперь разбирают, вот это тоже деньги. И кстати, почему никто не привлечен к ответственности? Болельщики Омского авангарда, я к вам сейчас обращаюсь. Вас сотни тысяч по стране, что же вы не спрашиваете из чиновников? А там, между прочим, и ваши деньги были в той арене. Ваш любимый клуб сейчас без домашней площадки остался из-за какого-то вора. Из-за некомпетентности отдельных проходимцев у вас украли теперь еще и ваши увлечения, а вы молчите. Принято решение разместить под сроками арены Омск игровой свитер Алексея Черепанова. И намечно закрепить за ним седьмой номер. Знаете, зачем я сейчас показал именно эти кадры? Чтобы напомнить, это ведь была не просто арена. Это намного больше. Перейдем к приятным новостям. Хорошая новость для путешественников, особенно для тех, кто путешествует поездом и обладает ограниченным бюджетом. РЖД наконец поставили на рельсы долгожданный плацкартный вагон нового поколения. Он современный, он симпатичный, он уютный. И наконец, ну правда, вот так вот посмотришь и хочется сказать браво. В новых вагонах также появился столик между верхними полками, а сами спальные места стали немного шире. Вместе с растущим благосостоянием пассажиров. Этот выставочный образец на транспортной неделе в Москве посетили, если считать составах, наверное, поездов пять любопытных. Надеюсь, в нем не будет душно, потому что это один из аспектов, так скажем, комфортно в плацкартных вагонах. Сам на них путешествую время от времени. Прекрасно, вполне хорошо. А теперь переходим к новостям неприятным. Хочу вам показать одну фотографию. Вот она. Видите, человек попытался лечь на боковую полку, которая с двух сторон имеет ограничения, и он туда не влезает. Может быть, вы думаете, что это какой-то дядя Степа нестандартный. Нет. Рост парня 182 сантиметра всего. Я, например, выше. У меня 190. И что нам делать? Не ездить в таких вагонах? Блин. Вот вы знаете, зла не хватает. В России даже хорошую идею обязательно изгадить, умудряться. Неужели нельзя было эти полки промерить еще на этапе проектирования? Сейчас-то, понятно, поздно пить боржоми. Вагон уже запущен в производство. Все. Дальше продолжать не буду, а то эмоций не удержу. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. Подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.